А салам алейкум, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире программы «Манез де населе». И сегодня речь в нашей передаче пойдет о болях, которые возникают у нас в спине. Боль в спине по-прежнему остается ведущей причиной обращения за медицинской помощью. Значительно снижает качество жизни и работоспособность людей и даже приводит к инвалидизации. По данным ВОЗ считается, что до 80% жителей нашей планеты хоть один раз в жизни, но испытывали боль в спине. А более 25% обращались за медицинской помощью. Ведущие высококвалифицированные специалисты в своей области сегодня нам расскажут и покажут, как одолеть этот недуг и что делать нам с вами, чтобы у нас не возникла боль в спине. Давайте знакомиться с гостями нашей сегодняшней студии. У нас сегодня в гостях Кудайбергенова Айгуль-Сериковна, кандидат медицинских наук, невропатолог медицинского центра Health City. И Смирнов Кирилл Андреевич, врач-реабилитолог, специалист по спортивной медицине, мануальной терапии и тейпированию центра Reckinetics. Добрый вечер. Ну, действительно, этот вопрос остается, был актуальным. И многие люди просто не знают, что делать. Это, наверное, зависит от, скажем так, от образа жизни человека. Айгуль-Сериковна, расскажите нам о причинах. Как возникает боль в спине? Причины, которые вызывают боль в спине, конечно, их масса. Это не только могут быть проблемы или травматические, или какие-то другие приобретенные повреждения позвоночника, суставов, связок, мышц. Это может быть также отраженные боли при проблемах внутренних органов. Это может быть даже проблема крупных сосудов. И поэтому, конечно, для того, чтобы понять, найти истинную причину, конечно, вы должны обратиться к специалисту. А мы сейчас можем, вы же подготовили нам презентацию, слайды, вывести на экран, чтобы вы наглядно показали нашему телезрителю. Да, пожалуйста, давайте. Можно будет первый слайд. Режиссер Морза, вы не могли бы вывести слайды на экран? Сейчас они выведут нам вот. Ну вот, смотрите, на данном слайде вы видите, что на самом деле спина очень богата. Не только мы видим огромное количество мышечных структур, суставы, позвоночник, но, конечно же, там большое количество нервных окончаний и сосудов. Вот на этом слайде вы видите, что именно причина патологии внутренних органов тоже может вызывать определенные боли в определенной, например, либо в области шеи, либо в области спины, либо в области поясницы. Ну, следующий слайд, вот то, что я хотела сказать, мы это говорим о боли и менее опасных причинах, которые могут вызывать боль в спине. Например, менее такие опасные, это, например, растяжение мышц, которые, ну, не знаю, вы пошли в спортзал, там, не прогрели свои мышцы, и что-то там не совсем правильно потянули какую-нибудь дырю, и у вас появилась эта боль. Растяжение мышц, оно, в принципе, само по себе потом может, боль проходит, само все восстанавливается, симптомы у вас человек ощущает следующие, боль будет локальная, подчеркиваю, локальная, может появиться небольшая отечность, если это будет сильное растяжение, могут быть даже небольшие подкожные гематомы. Сложнее немножко, когда, например, идет растяжение связок, вот как на этом слайде, то есть когда человек неправильно поднимает, опять такой неподготовленный, не согрев, не подогрев свои мышцы, да, поднимает что-то резко тяжелое, и может произойти растяжение связок. Конечно, со связками будет немножко сложнее, потому что эта структура менее кровоснабжаемая, поэтому он будет восстанавливаться дольше. А вот на этом слайде здесь показаны, конечно, уже, ну, скажем так, более серьезные вещи, это когда у наших пациентов могут появляться протрузии, либо грыжи, разница в протрузии. Грыжа здесь указана, протрузия пока фиброзное кольцо целое, и грыжа, когда фиброзное кольцо уже разорвалось. То есть причины, которые вызывают эти проблемы, много, одна из них, конечно, ну, мы скажем тогда, подсыхание вот этих межпозвонковых дисков. Здесь уже симптомы будут другие. Если мы говорили при растяжении мышц и связок, боль все-таки она локальная, увеличивается при движении и проходит в покое, то когда мы говорим уже о грыжах и, например, компрессии корешка, то боль уже идет, она стреляющая. То есть боль уже не локальная, не только болит там поясница, спина или шейный отдел, а куда-то, либо в руку, либо в ногу по какой-либо поверхности, эта боль будет стрелять и радиировать. Вот более опасный следующий слайд, пожалуйста, то есть которые могут встречаться в основном у пациентов возрастных, это может боль появиться на фоне перелома тел позвоночника, то есть на фоне остеопороза. То есть когда кости становятся с возрастом более хрупкими. И вот одно, вот это уже жизнеугрожающее состояние, это симптом, это расслаивающее, происходит расслоение аорты, это крупные сосуды. Это тоже в основном происходит у пациентов более возрастных на фоне атеросклероза, на фоне сахарного диабета. Клинически оно тоже может проявляться, просто боль в спине. Но чем будет отличаться от всех предыдущих болей в спине при других причинах, именно при расслаивающей, так как мы понимаем, страдает основной крупный сосуд, который питает все остальные нижележащие структуры, соответственно, помимо вот этой боли, либо в области спины, в зависимости от уровня поражения, либо в области поясницы, плюс еще будет страдать общий состояние человека. То есть выраженная слабость, подъем давления, потом резкое падение. В зависимости, где это происходит, это, например, как-то если асимметрично, тогда может быть разница в пульсе, разница в давлении. Резко падает давление, и если, к сожалению, происходит уже разрыв, тогда буквально там даже менее часа займет, наверное, время, может наступить мгновенная смерть. Поэтому в этом отношении это жизнеукрыжающее состояние, которое может тоже скрываться за боль в спине. Поэтому, когда мы дальше будем говорить о диагностике, вот все эти диагностические исследования, они не на пустом месте возникшие. Вот такой, знаете, неожиданный поворот, то есть здесь даже возникает проблема сосудов, да? Может вызывать боль, да, да, да. Но еще по каким причинам, да, сказали, и симптомам, то есть он может возникнуть? А причины, которые мы сейчас с вами разобрали, и, конечно, самая распространенная причина – это гиподинамия. Это гиподинамия, когда мы долго сидим на компьютере, малоподвижный образ. Это стереотипные движения, которые в последующем приводят к тому, что какая-то определенная группа мышц, она практически начинает гипотрофироваться, или, скажем так, да, не получая определенных сигналов, не вступая в действие, да, она как бы, скажем так, выпадает. И, ну, вот я думаю, в дальнейшем у нас будет очень интересная информация от Кирилла Андреевича, что происходит с нашими мышцами. Это вот вследствие, на самом деле, гиподинамии, неправильные там осанки, когда длительные позиционные нагрузки, а мы практически все, особенно офисные работники, когда мы сидим часами за компьютером, да, в вынужденном положении, длительном и не делаем необходимых каких-то перерывов и упражнений, это тоже может и приводит. Вначале, да, мы увидим боли, какие-то, да, биомеханические нарушения, это, мы говорим, мышечные какие-то напряжения асимметричные и так далее. И впоследствии оно и будет потом, может приводить ко всевозможным протрузиям, мы говорим, тоже как одна из причин. Кирилл Андреевич, ну вот при такой проблеме, скажем так, да, как человеку оказать первую помощь? Первая помощь при боли в спине, это необходимо принять такое положение, которое будет безболезненно, то есть уложить на жесткую поверхность, при этом что-нибудь подстелить, чтобы не было холодно, вот, и желательно ноги куда-нибудь положить на стул, то есть чтобы чуть выше были, то есть ваше положение. Если боль, появляется боль с какой-то одной стороны, но с какого-то бока, с левой и справа, то есть мы подкладываем, там можно полотенце свернуть, человеку уложить на бок, то есть больная сторона должна быть именно сверху, так, особенно если в пояснице раскрывается поясничный отдел, ну и то есть приходит облегчение, то есть если неправильно положить, то усилится, поэтому та сторона, которая болит, она должна быть сверху. Также можно под пояснице, то есть в пояснице есть определенный свой изгиб, и у некоторых людей он как бы более уплощен, так сказать, вот как раз люди, кто много сидя время проводят, у которых мышцы спины слабые, также можно такой же валик из полотенца сделать под поясницу подложить, то есть, ну, чтобы это не усугубляло боль, потому что есть определенное количество людей, кому от этого еще больнее станет, то есть поэтому это, ну, надо тоже смотреть. Можно попробовать холод приложить, то есть если человек нормально его проносит, то можно оставлять где-то на 20 минут. Согревать лучше не надо, потому что если там имеется отек, то есть в том числе прогревающие мази различные, самомассажи какие-то, они могут усилить кровоток, и за счет этого отек станет еще больше, то есть разболится еще больше. При сильной боли дать обезболивающее, но единственный тот момент, это смоет клиническую картину, то есть и врачу в дальнейшем будет немного тяжело определить, то есть что именно вызвало причину боли, поэтому это как бы не всегда надо. Вот, и если состояние резко ухудшается, то, соответственно, там вызывать скорую, то есть и в любом случае эту диагностику должен проводить врач. То есть если это случилось, даже если прошло, нужно в дальнейшем пройти какие-то специальные обследования, то есть, ну, специалиста, чтобы выяснить. Потому что бывает такое, что как бы в ремиссию уходит заболевание, и после этого, то есть в неожиданный момент опять обостряется. То есть человек думает, что все прошло, как бы и... Ну, то есть это тоже зависит от, скажем так, от полученной травмы, да, человека? Ну, это не всегда даже травма, то есть это может быть вот характерная осанка, там, например, на работе, либо даже не офисный там человек, а, например, у тех же самых водителей есть там определенные мышцы, которые просто перегружаются, то есть которые из раза в раз будут провоцировать это. А вот здесь еще есть такой момент, вопрос. Есть у нас, то есть те мышцы, которые каждый день работают, как бы, да, у них у каждого своя определенная, скажем, работа, которую они выполняют. Также и спящие мышцы. Вот здесь вот можете поподробнее немножко рассказать о спящих мышцах? И какова их роль вообще? Ну, у нас вообще все мышцы делятся на стабилизаторы, это которые удерживают наше тело в определенном положении долгое время. Вот, ну, например, сидя, они должны, по идее, работать. Ну, когда человек ходит. Есть двигательные, то есть, ну, осуществляют движения руки, головы, то есть, ну, того же позвоночника, например. И очень часто от сидячей работы как раз-таки начинают засыпать вот эти мышцы-стабилизаторы, потому что человек садится в кресло, то есть, ну, внешняя опора помогает, и организм у нас работает, он всегда будет экономить свою энергию, то есть, в принципе, там, положение тела не надо поддерживать, и он будет эти мышцы выключать, ну, как бы, экономить энергию на это. Вот, и, ну, зато, когда он встает со стула, начинает ходить, эти стабилизаторы, ну, как бы, не работают, и тогда уже поверхностным мышцам, которые двигают, им приходится выполнять не свою роль. То есть, поверхностные мышцы, они у нас, как, не очень быстрые, то есть, вот какое-то движение сделали, и все, остались в этом положении, им надо, как бы, перезарядиться. А получается, тут они берут функцию еще и мышц, которые удерживают, и вдвойне перегружаются. Ну, это там, если для примера взять, что человек работает, например, ну, в офисе, да, а ночью он еще грузчиком начинает подрабатывать. То есть, двойная работа, ну, там, никто долго не продержится. И вот мышцы начинают перегружаться, в них формируются триггерные точки, которые вот вызывают уже в конечном итоге боль вот эта. Вот, Айгуль Сериковна, к каким специалистам нужно обращаться, и какие методы обследования могут быть проведены? Ну, обычно, как бы, уже, наверное, у всех заведено, если появляется боль в спине, в первую очередь, обычно обращаются к невропатологам. Существует вообще при любой нозологии, у нас существуют четкие клинические рекомендации, они есть и международные, и наши, локальные. Для чего они предназначены, все эти клинические рекомендации? То есть, четко по этим клиническим рекомендациям проводится какой-то объем исследований, и для каждого пациента он немного будет меняться. Например, если у него боли все-таки связаны больше в грудном отделе, значит, помимо того, что мы должны обследовать позвоночник, да, там, например, рентген КТ или МРТ, надо будет еще проверить сосуды. И, возможно, если там мы, там, например, с какой-то одной стороны у него будет, да, чаще, если это слева, понятно, мы должны еще и обследовать сердце. Если это будет проблема где-то в пояснице, возможно, то надо будет или почки проверить, либо органы малого таза. Поэтому методы исследования, круг этого методов исследования для каждого пациента немного будет индивидуален. Основная задача здесь – выяснить причину истинную. А вот уже о лечении уже мы будем отталкиваться от того, что вызвало эту боль. Мы обязательно поговорим о лечении и как предупредить эту боль. Но у нас, Лидия, сейчас телефонный звонок. Давайте ответим на него. Добрый вечер. Ассалм алейкум. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. У меня в спине боль и иглотерпио я получаю. Это помогает, нет? Спасибо за звонок и за ваш вопрос. Ну, если наш слушатель еще не отключился, конечно, хотелось бы уточнить, если он уже страдает этими болями более 2-3 лет, прошел ли он диагностику и выяснил ли причину? А вопрос, который прозвучал его интересующий – помогает ли иглорефлексотерапия? Конечно, мы сейчас будем говорить о методах лечения. И одним из методов лечения является иглорефлексотерапия, потому что во многих восточных и азиатских странах его используют веками. Практикуют, да? Практикуют, помогают, да. Хотя, если мы будем говорить о наших клинических рекомендациях, есть такое понятие – доказательная база. У нее нет доказательной базы, несмотря на то, что она существует там несколько столетий, потому что не проводились специальные какие-то исследования. Но жизненный опыт, жизненная практика, она показывает, что она работает. Здесь, конечно, будет зависеть первое, опять-таки, то, что хотелось бы нашему слушателю пожелать – это обязательно выяснить причину этих болей. Какой круг из обследований он прошел. И если все остальные причины исключены, тогда уже берется за него иглорефлексотерапевт. То есть, по крайней мере, он знает, в каком направлении двигаться. Поэтому первое – уточнить причину. Но они, вообще, иглотерапия, она как-то снимает эту боль? Опять же, мышцы, керорики, керорики. Вопрос. Это вот один из методов. Как раз есть методы активной реабилитации и пассивной. То есть, активная – это когда человек за счет своих мышц, своего движения, каких-то упражнений, то есть, он восстанавливает правильный стереотип движения, то есть, кровоснабжение. Такие методы, как массаж, растяжка, даже мануальная терапия и в том числе иглотерапия – это как бы пассивный метод. То есть, он снимает уже случившийся факт перед напряженной мышцей. Ну, то есть, в нашем понимании. То есть, он, да, облегчит, то есть, боль может уйти. Но если человек не поменяет как-то свое движение, да, стереотип движения, что он в жизни чем занимается, скорее всего, к этому привело. То есть, через какое-то время, то есть, есть такой мышечная память. То есть, оно опять накопится, мышца спазмируется и, скорее всего, опять вернется. Да, поэтому большинство людей, они как бы ходят по кругу. То есть, вроде на массаж сходили, помогло хорошо, там полгода, там не беспокоит. Потом опять говорит, там, о, какой хороший массажист, там, вот я раз в полгода хожу. То есть, в принципе, если вот снять вот это напряжение, дать правильное упражнение, то человек может как зарядку их там каждый день делать и, ну, намного дольше не беспокоить будет. Вот мы используем один метод, называется сухой иглой. Это оно как иглорефлексотерапия. Чтобы было более понятно, это когда человек купается, то есть, берет с собой булавку, чтобы, если, ну, ногу судорогой свело, то есть, он колет и спазм это снимается. То есть, иглорефлексотерапия в какой-то степени вот такой же метод. То есть, перенапряженную мышцу просто делается вкол, снимается напряжение с фасы, это та структура, которая покрывает мышцу. И плюс еще нервный сигнал, который, то есть, вот этот спазм поддерживается через головной мозг. То есть, мы перебиваем этот сигнал, то есть, своим болевым, и то есть, мышца расслабляется. То есть, у иголок принцип тот же самый, что когда вот человек плавает, и спазмированные мышцы, там, булавка у кого-то. А еще какие методы лечения, помимо каких-то медикаментозных, да, существуют? Есть различные методы физиотерапии, ударно-волновая, ультразвуковая терапия, кинезиотейпирование. Это вот наложение ваше любимое. Выражение. Да, то есть, кинезиотейпирование, например, позволяет это вот хорошо как раз для тех людей, которые, ну, вот постоянная там сидячая работа, допустим, и беспокоит там грудной отдел мышцы шеи. То есть, это самая лентотейп, она позволяет зафиксировать мышцу в растянутом положении. Когда человек возвращается, то есть, в исходное положение, опять же, за счет сигналов в головной мозг, то есть, сигналы передаются о ее растяжении. Любая мышца, которая растягивает, она расслабляется. То есть, и человек, находясь на работе, то есть, совершая обычные движения, будет как бы самомассаж, саморастяжку мышцы делать. То есть, за счет вот этого тейпа непосредственно. Ну, Альга Сериковна, какие, скажем, медикаментозные методы? Ну, методов лечения на самом деле много, да. Я думаю, что еще не все озвучил Кирилл Андреевич. Поговорим об этом. Да, если опять это все будет индивидуально. Первое, насколько выражена эта боль, да. Да, причина этой боли, и в зависимости от этого, конечно, будут подбираться крупные медикаментозные терапии. Если же эта боль, да, там мы говорим, что это на самом деле вертеброгеново, или же это вследствие проблемы позвоночника, тогда обычно назначаются некормональные противовоспалительные препараты и назначаются миорелаксанты. То есть, да, опять-таки мы говорили, что она идет с позборовой мышцей. Здесь, конечно, очень много точек несовпадающих, вернее, где-то мы во мнениях расходимся, и я тоже со многими нашими специалистами согласна. Но в остром периоде, конечно же, мы назначаем медикаментозную терапию. Обязательно. Потому что мы понимаем, что в том месте происходит... Чтобы убрать симптом. Нет, не столько симптом, а именно причину. Потому что если сейчас там происходит какие-то, там, мы говорим, ассептический воспалительный процесс там происходит, который вызывает эту боль, помимо напряженной мышцы. Или же, например, мы говорим, когда идут эрадирующие боли. То есть корешок зажат, он сейчас ишемизирован, поэтому мы не можем обойтись без медикаментозного лечения. Вначале мы видим его консервативно, если же не помогает медикаментозное лечение. И у пациента эта боль усиливается и приводит к тому, что уже функция нерва выпадает. То есть помимо боли в пояснице появляется онемение, слабость, помимо вот этих прострелов. То есть уже, мы говорим, функция передачи чувствительного импульса и движения, и рефлексы уже уменьшается. Тогда уже будет стоять вопрос вообще о хирургическом лечении. Например, ну вот, например, те же проблемы, там, либо смещение тел позвонков, либо грыжи, либо там, ну, тем более там есть какие-то переломы и так далее. Вот. А так, конечно же, всегда мы стараемся говорить нашим пациентам, что да, вот мы острый какой-то сняли период, а дальше обязательно. Все должны быть методы не медикаментозные. Лечить надо это движение. Работайте надо собой. Своим силам. Собой, да. Надо работать. Эту боль на самом деле надо, причиной ее является, либо мало двигались, либо неправильно, да. Поэтому лечить ее надо обязательно движением. К сожалению, то ли мы слишком заняты, то ли мы стали слишком ленивы, мы всегда уповаем, конечно, на волшебную таблетку и ждем, да. То есть мы, к сожалению, любим пассивные методы лечения, о которых сейчас говорил уже нам Кирилл Андреевич, да. То есть вот я полежу, а вы мне там потрите, укалите, что-нибудь сделайте, и вот, пожалуйста, чтобы это мне полегчало. Конечно, это все комплексно, это все применяется. Но постоянно то, что человек должен делать, двигаться. Человек не двигается. Это лечебная физкультура. Ну, я думаю, об этом мы еще поговорим. Обязательно. У нас на линии телефонный звонок, давайте ответим на него. Извините, что перебиваю. Вы в прямом эфире. Ассаламу алейкум. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Я пять лет занималась кинезисом, в Умновском, в Астане ходила. У меня грыжа позвоночника поясничная. И все это помогало мне. Вот через пять лет, вот буквально летом, в конце мая, или я перенервничала, или я простудилась. Левая сторона, седаличная, перехватила, и вот мне тяжело ходить. Я ходила невропатологом, иглотерапию назначали, систему, уколы. Я уже почти три месяца, четыре месяца все это прошла. И вообще боль не снимается. И я теперь опять пошла к Бубновскому кинезис-терапию. И там врач посмотрел, сказал, что зажать седаличный нерв. Надо заниматься, укреплять мышцы позвоночника. Я вот хожу уже неделю опять. Вот я хочу спросить, он поможет мне или нет? Извечный вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Сейчас наши специалисты попытаются ответить на ваш вопрос заданный. Кирилл Андреевич, слово предоставляется вам. В плане занятий, то есть еще важно, чтобы действительно снять острый болевой период. То есть в этой методике немного используют занятия через боль. А боль это защитная реакция мышцы. И если сквозь нее идти, то можно вызвать ухудшение. Спазм будет усиливаться. Да, спазм будет усиливаться. То есть это в любом случае. Мы работаем так. Мы пытаемся снять эту боль как-то ручными пассивными методами. Метод сухой иглы. Есть очень хорошая при этом вещь тракции. То есть растяжение поясничного отдела, снятие спазма с мышц. Немного расширения межпозвонкового пространства. То есть облегчение. Если уже эти методы не идут, тогда действительно подключаем медикаменты. Но через боль заниматься, я думаю, это неправильно. Но метод экзарты сейчас существует. Это когда человека подвешивают в невесомости. Сейчас мы обязательно покажем, выведем на LED экран. Но прежде чем мы его выведем, давайте ответим еще на вопрос наших телезрителей. Добрый вечер. Асалам алейкум. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Алло. Да-да. Алло. Асалам алейкум. У меня такой вопрос. У меня в шее шейной протрузии 3 миллиметра. И в грудном отдел тоже. Причина. У меня давление повышается после этого. Можно ли вообще это связано с этим гипертоническим кризом? С гипертоническим кризом? Сколько вам лет? 27 лет. Так, 27 лет. Ну, вас как зовут? Нурлан. Нурлан. Во-первых, если вы говорите гипертонический криз, значит, у вас было очень высокое давление. Связь... Да-да, у меня было на 180, на 100 было. Прямой связи, как таковой сейчас, именно в вашем конкретном случае, трудно будет провести. Потому что если есть гипертонический криз, если у вас часто поднимается артериальное давление, конечно, кардиологи должны разобраться. У молодых это может быть. Я долго посмотрю, у меня в ЭКГ все нормально. Нет-нет-нет. Просто в шейном отделе сосуды... Я вас поняла, Нурлан. Да. Проблемы в шейном отделе позвоночника, а вообще в позвоночнике, вот на первой картине, да, на первом слайде у нас была картина предоставлена, там у нас выходят симпатические волокна, их раздражение тоже может вызывать. Вон они, да? Ну, как-то более-менее вот здесь, наверное, видно, немножко отсвечивает, поэтому неплохо видно. И, конечно, раздражение симпатических волок, оно может вызывать и кардиологические боли, и спазм сосудов и так далее. Но что бы вызывал гипертонический криз, нет, не до такой степени. Здесь причин может быть много. Конечно, надо сделать, обследовать гормональный фон, надо обязательно обследовать еще и там надпочечники, это сделать суточный мониторинг АД и так далее. А вы это все делали? Это все дело хорошо, ну, как мы говорим, да, обычно раскрутить, посмотреть полностью, чтобы выяснить. А вообще то, что его беспокоит, вот эти протрузии в шейном отделе позвоночника, они очень неприятны, они могут вызывать и головную боль, они могут вызывать там признаки, ну, как мы говорим, то есть недостаточного кровообращения задней черепной ямки. То есть это могут быть какие-то шумы в ушах, да, там какая-то что-то вроде типа головокружения нечеткость, там нарушение координации, там зрительные какие-то могут быть, там где-то зрительные галлюцинации называются, когда там какие-то светлячки, червячки, что-то там вроде бы как мелькают перед глазами. Что-то проплывает, да. Да, что-то может проплывать и так далее. Да, это может быть причиной проблемы в шейном отделе позвоночника, но так как гипертонические кризы периодически, здесь надо еще другие причины искать. Это может быть и на фоне хронического стресса, это может быть психосоматически. Вот у нас мы как-то разбирали с вами, у нас здесь была программа по поводу вектососудистой дистонии, да. То есть это, эти кризы могут быть на фоне какой-нибудь стрессовой ситуации. Поэтому надо разбираться с Нурланом. Ну, как раз, если мы говорим о протрузиях, один из методов лечения, ну вот экзарта, да, он как бы вспомогает, да, как вспомогательная часть для человека, то есть помогает человеку в борьбе с этой проблемой. Здесь вы можете, в принципе, подробнее рассказать об этом методе. Можете вывести на экран. Так, ну вот сейчас она, наверное, будет полистать слайды, да, сказать? Да, сейчас полистаем. Полистаем. Дальше. Вот, в принципе, вот еще. Да, то есть используются подвесные системы. В чем смысл? Как я уже говорил, есть мышцы-стабилизаторы, которые удерживают, а есть, которые двигательные. И, например, просто занимаясь там, ну, в тренажерном зале либо на блочных тренажерах, то есть не включатся вот эти глубокие мышцы. А конкретно в области позвоночника, то есть они очень маленькие, ну, и по несколько мышц, там, одна через один позвонок, через два проходят. Часто они просто не работают. То есть протрузии, грыжи – это уже, ну, как может быть следствие слабости этих мышц. То есть в норме они удерживают позвоночник в правильном положении, в своих изгибах. И когда, то есть мышцы настолько слабые становятся, что они не удерживают, как бы, ну, на месте, это если просто вот сказать позвонки, то образуется, например, протрузия, чтобы зафиксировать. То есть организм на самом деле просто борется с нестабильностью какой-то в области позвоночника. То есть это он как бы спасает себя таким образом. Вот. Вот. И как раз-таки в подвесных системах, вот в подвесной системе экзарта используется, то есть влияние поверхностных мышц исключается, так как поверхностные мышцы, они у нас зависят от гравитации. А тут получается человек в горизонтальном положении, подвешенный. И чтобы активировать вот эти глубокие мышцы спины, обязательно нужна какая-то нестабильность. То есть поэтому очень часто врачи рекомендуют, например, при болях в спине заниматься в бассейне, и у многих людей это очень хорошо как бы идет динамика. Потому что лучше, чем вода, там нестабильной среды нет. То есть человек пытается, внутренние мышцы его пытаются как-то зацепиться, то есть тело зафиксировать в положении. Остаться на плаву. Да. И то есть они включаются. И для этого еще используют подвесные системы, нестабильные платформы. То есть это те вещи, которые включают вот эти глубокие мышцы. И получается, как только они начинают включаться, позвоночник более хорошо фиксируется, снимается напряжение с поверхностных мышц, и болевые ощущения уходят. То есть бывает даже приходят пациенты, у которых по показаниям им нельзя массаж делать, что-то растяжки, ну вот бывают такие. И только поработав в подвесных системах, активировав вот эти внутренние мышцы, которые необходимы, поверхностные сами расслабляются, и болевой синдром вот этот уходит. Ну вот у нас сейчас к нам на YouTube-канале, нас также просматривают на YouTube-канале в прямом эфире, там пишут комментарии, то есть задают вопрос. Я, говорит, хожу пешком очень много, ну и после того, как я вот прихожу, после пешей прогулки домой, ложусь, и у меня начинают хрустеть кости. И он говорит, а чего и почему? Какая там область? Вообще, я так поняла, видимо, в конечностях, да, ноги? Ну скажи все, там он, например, не отметил? В позвоночнике, он говорит, в позвоночнике. Хруст, позвоночнике. Да, хруст, позвоночнике. Интересно. Ну вот насчет ходьбы, кстати, опять же, при сидячей работе, то есть как мы уже говорили, то есть очень часто отключаются ягодичные мышцы. Это одна из самых главных мышц в нашем движении, в принципе, то есть которая влияет. А получается при ходьбе, особенно когда человек назад шагает, то есть ягодицы помогают мышце спины и мышце задней поверхности бедра, то есть мышце ног. Но основная мышца – это ягодица, и они должны именно работать в этом порядке, то есть ягодицы, мышцы ног, мышцы спины, там совсем чуть-чуть. Когда человек долгое время проводит сидя, то есть вот как до этого уже говорили. Так еще и в одном положении. Да, то есть есть даже метод массажа такой, ишемическая компрессия, когда мышцу можно отключить просто там полторы минуты, вот подавив на нее. То есть она перезагружается и расслабляется. А если представить, что человек 8 часов в день сидя проводит на ягодичной мышце, она точно так же исключается из поля зрения нервной системы и не используется. И каждый шаг он делает либо мышцами ног, либо спиной. Самый частый случай. И у него просто даже может быть эта мышца сильная, но мозг ее не видит, не включает в работу. Перегружаются вот эти две группы мышц и могут давать как симптомы боли в коленях, то есть потому что эта мышца сзади проходит, присоединяется здесь. То есть у человека могут как будто бы колени болеть. И также перегружается в основном поясничный отдел позвоночника. А мышцы, когда в натянутом состоянии, то есть особенно если человек неправильно питается, мало воды потребляет, то есть и может... Важно знать, мало воды потребляет. Да, то есть может провоцировать такой как будто бы хруст. То есть и поэтому некоторые пациенты, когда приходят, они говорят, ну я же вроде много хожу, там двигаюсь. То есть важно не только ходить, но и правильно при этом ходить, чтобы... То есть мы по сути занимаемся тем, что как настраиваем расстроенное пианино, то есть мышцы могут работать сильно, но не в свою очередь. То есть важно настроить этот процесс, чтобы человек как бы... Каждая мышца выполняла именно свою работу, никто не перегружался, не страдал как бы от этого. Так, плавно и медленно подошли к вопросу, наверное, как предупредить, скажем... Как предупредить, да. Эту боль в спине, да, возникшую. Так. Айгуль Сириковна, вы начнете, да? Ну, во-первых, как предупредить боль? Первое, конечно, опять-таки надо побольше двигаться. И даже когда вы ходите в спортзал, надо первое правило помнить о том, что надо сначала разогреть мышцы. Надо разогреть мышцы перед тем, как вы будете заниматься или выполнять какую-то физическую нагрузку. Или же вы, например, хотите выполнить какую-то тяжелую физическую нагрузку. Я не знаю, вы на дачу приехали, там, да, хотите что-то там... Или ремонт дома затеи, или хотите что-то там, бибель какую-то передвинуть. В любом случае надо сначала разогреть свои мышцы. Только потом уже испытывать свою мышечную силу. Если же вы собираетесь осуществлять физическую работу где-то в прохладном месте, дополнительно к тому, чтобы разогреть мышцы, надо еще, конечно, ну, не знаю, а может какой-нибудь пояс одеть на ту же поясницу, если там предстоит что-то поднимать и работать в наклон. Что еще хотелось бы сказать? Особенно для наших офисных работников. Очень важно еще правильно подобрать свое рабочее место. Вот хотелось бы... Боже, вот следующий слайд, я надеюсь, он будет. Есть. Можно подобрать следующий слайд, да. Рабочее кресло вывести. То есть очень важно. Дальше. Вот. Да, вот. То есть вот здесь вот неправильный вариант, мы говорим, и здесь правильный вариант. Как видите, здесь очень такой простой закон. То есть смотрите, даже осанка, да? Да. То есть для того, чтобы можно правильно сохранять вот эти все физиологические изгибы, о которых сейчас говорил уже Кирилл Андреевич, желательно, чтобы кресло, во-первых, имело вот такие вот выпуклости в области поясницы, которые будут повторять ваш физиологический, да, природный, вот лордоз, мы говорим, изгиб. И желательно, чтобы вот здесь была какая-то фиксация в области шеи. Первое. Второе. Желательно, чтобы спинка кресла немножко, она регулировалась, ну, где-то на 20 градусов хотя бы немного откидывалась назад. Следующее правило. Ручка кресла должна быть, когда мы сидим, вот, в принципе, сейчас я вот сижу, вот эта высота мне подходит. То есть вот оно 90 градусов. 90 градусов. Да. Если стул у вас, кресло регулируется, потому что мы все разного роста, стол под всех не подгонишь, стол у нас будет стандартный. Соответственно, если я подъезжаю к столу, вот мои руки 90 градусов, я их ложу на стол, на клавиатуру, и мои 90 градусов не должны не меняться. Соответственно, я высоту кресла подгоняю под этот стол. Да. Теперь, для чего нам нужна откидная спинка? Если мы устаем, мы можем немножко откинуться, зафиксировать вот эти физиологические изгибы на вот этих, ну, скажем так, мягких выпуклостях в кресле и немного отдохнуть. Теперь, когда мы работаем, сидим, еще опять-таки 90 градусов, угол между телом, бедром 90 градусов, колено 90 градусов, и голеностоп, как видите, вот здесь тоже 90 градусов. Если же вот я сажусь к этому столу, ростом, да, например, там не очень высокий человек, соответственно, чтобы голеностоп на суставе тоже было 90 градусов, можно будет какую-нибудь маленькую, да, там не знаю какой-то возвышенности, я не знаю какой-то маленький стульчик под стопой. И если я сохраняю такое правильное положение, конечно же, я меньше буду, то есть сохраняется правильная осанка. И как видите, как еще подобрать монитор? То есть у вас глаза должны быть, в принципе, на уровне верхнего края монитора, потому что когда мы работаем, мы в любом случае вот голову держим ровно, взгляд немножко опускается на 30 градусов вниз, да, и вот мы смотрим, когда работаем, то есть ничто, чтобы не приводило к каким-то вынужденным движениям. Часто у нас бывает как, да, кресло там ниже, стол вот так или ниже, соответственно, если я правша, все время буду вот так сидеть. Ну и вообще-то, или разлегся так, устася. Да, некоторые бывают, я вот часто, когда вот посещаю, там, я не знаю, в цон даже ходишь, да, некоторые сидят, они кресло опускают так, что у него только голова там, там, из-за стола, и он там как-то непонятно сидит, ну понятно сейчас, да, что происходит с мышцами его позвоночника. Есть такая простая формула, измеряется длина стопы, делится на 7, и это будет, ну, например, стопа ваша там, да, там, ну, 24 сантиметра, если вы разделите его на 7, у вас получится, кстати, длина 3-4 сантиметра. Сейчас вот ручка и блокнот, и вход должны пойти, записывайте все абсолютно. А будут эти слайды, да, чтобы по техническим каким-то неполадкам туда не могут вывести. Вот, это чтобы подобрать вот ту идеальную высоту, в которую вы можете ходить каждый день. Ну, понятно, да, что женщина всегда, когда куда-то идет на праздник, ей хочется быть очень красивой, и, соответственно, иногда выбираются очень высокие каблуки. Можно одеть очень высокий каблук, если это только вот на, какому-то праздничному поводу, и тоже есть такая, ну, небольшая, скажем-то, хитрость. Длина каблука вот этого самого высокого, высота, вернее, может быть, вы ее измеряете, вот, например, ваша стопа от пятки, и вот где начинаются ваши подушечки. Ну, это где-то в среднем 7-8, может быть, сантиметров. Ну, и, конечно же, я думаю, что очень важно, если у вас это сидячая работа, делать перерывы и обязательно делать упражнения. А упражнения нам покажет Кирилл Андреевич, называйте. Попробуем вместе с вами сейчас поупражняться. Так, самое главное, это... Правильно сесть, да? Да, правильно сидеть, и на телефоне можно там раз в полчаса ставить будильник, чтобы он напоминал о правильном положении тела. То есть самое главное дело, это у нас поясничный, и для того, чтобы его застабилизировать, то есть нужно будет втянуть не из живота, то есть для этого можно представить, как будто человек втягивает пупок к позвоночнику, либо пытается залезть в тесные джинсы. То есть при этом ровно дышать спокойно. То есть так появляется стабильность здесь. То есть это основы наших любых занятий, с чего мы начинаем обучение. То есть второе – это грудное дело. То есть обязательно должны быть лопатки сведены и немного вниз опущены. То есть в этом положении. То есть мы удерживаем здесь и в этом положении. Шейный отдел тоже. То есть часто за компьютером начинают сидеть, то есть вот таким вот сгорбившимся образом. Да, повис, все. Да, то есть поэтому поясницу зафиксировали, лопатки отвели. И упражнение на шейный отдел, то есть нужно представить, ну его очень хорошо стенки делать, то есть прикоснуться, например, затылком к стенке и стараться оттянуть именно шейный отдел в сторону стены. То есть не через запрокидывание, например. А макушку вверх получается. И то есть если человек вот сидит вот таким образом, то есть это вот вытягивание шеи вот в эту сторону. То есть это можно превратить даже как в упражнение, например. Вот, то есть это положение плеч обязательно они должны быть опущены. Стаканчик можно носить? Да, живот. Да, можно подставить, например, стаканчик. Ну представить, да, что вы его зажимаете, то есть и в таком положении посидеть. То есть это упражнение больше, конечно, на статику, поэтому 30-40 секунд там каждые полчаса, то есть чтобы вообще вспоминали. То есть они в порядке еще и должны быть с человеком. Да, да. Ну в принципе 30-40 секунд это немного. То есть это надо довести до такого рефлекса, чтобы вообще не вспоминали, как там свет выключить или вот что-то сделать. И если каждый день это применять, через какое-то время, то есть у вас возникнет привычка, и вы просто вот не думая об этом без будильника там автоматически в таком положении просто удерживать, да. То есть вот такая правильная осанка, она как бы снизит риск перенапряжения мышц, соответственно, более различных там от головных до поясничных. То есть это то, что можно сделать вот именно сидя, то есть без всяких приспособлений. То есть это самое главное, так сказать, минимальный набор. Вот самое главное, пусть никто из нас не болеет, профилактические мероприятия, да, скажем, вот какие советы вы дадите для наших телезрителей именно вот в профилактических мероприятиях. Потому что сейчас тоже многие пишут, нам понравился вот вопрос с бассейном, то, что надо какие-то зарядки делать, да, что нужно вот делать людям. Чтобы не было боли в спине, не возникала боль в спине. Ну, так сказать, современная жизнь, она диктует те условия, что человек должен постоянно заниматься, потому что в принципе, то есть тело человека, мышцы, они способствуют тому, что раньше человек бегал, охотился, что-то делал, то есть они были активны, ну, я думаю, что тогда заболеваний меньше, чем сейчас было. Вот, а сейчас весь прогресс ведет к тому, что человек сидит, из офиса он переходит в машину, приехал домой, там, вещи в стиральную машину положил, сел на диван, то есть вообще практически не двигается, мышцы не работают. И, соответственно, они там где-то гипотрофируются, то есть вот уменьшается там в размерах, сила просто выключается из головы, и о том, о чем мы говорили, потом приводят перегрузки. Поэтому каждому человеку необходимо, то есть это не говорится о том, что это какие-то сильные нагрузки, но должны делать какую-то определенную зарядку, подобранную индивидуально под него. Допустим, как вариант, ну, вот три варианта, куда практически все можно ходить, это вот бассейн, например, и есть вот групповая программа, такая пилатес, она довольно распространена, то есть это как раз на внутренние мышцы, то есть там тоже обучают работе с ним, то есть вот эти две вещи, ну, практически всем надо. Ну, единственное, это, конечно, с тренером, чтобы он наблюдал, то есть остальные какие-то занятия в тренажерном зале, например, это, конечно, уже индивидуально, то есть от индивидуальных способностей. Альга Сериковна, вы что посоветуете? Да, конечно, тоже побольше двигаться, и движение само собой, да, я бы еще добавила к словам Кирилла Андреевича, это йога очень хорошо, да, мы уже говорили о плавании, очень хорошо, вот в групповых занятиях стретчинг, очень хорошо тоже помогает, то есть это все упражнения на растяжение, тоже, конечно, что под руководством тренера и под его присмотром. Еще один момент, вот мы, и вот пациент, который нам звонил по поводу протрузии в шейном отделе позвоночника, и часто там у него головные боли, и кризы, и так далее, мы должны еще помнить о том, что наше внутреннее состояние, наше внутреннее настроение тоже влияет на тонус наших мышц, особенно, когда мы сильно на что-то гневаемся, особенно, если человек там на что-то сильно обижается, происходит напряжение мышц, загривка, и появляется головная боль напряжения, то есть мы тоже ведь, как животные, да, я так, к примеру, всегда привожу, если мы обидим кошку, что мы увидим, да, то, что шерсть будет дыбом, хвост трубой, то же самое у нас, когда у нас вот это внутреннее какое-то сопротивление, какое-то, может быть, даже агрессивное состояние внутри, оно всегда будет вызывать вот это напряжение, и еще одно, поменьше сидеть, наверное, в телефонах, чем больше и чем дольше мы сидим в телефонах, то есть вот оно, да, чем интереснее, тем ниже опускается наша голова, это в конечном итоге, к сожалению, потом приводит к полному выпрямлению нормального физиологического лордоза изгиба, то есть все вот эти физиологические изгибы в нашем позвоночнике природой придуманы для того, что, ну, скажем так, может быть, для хорошей амортизации и для того, чтобы мы сильно так не изнашивали наши межпозвонковые диски, вот, поэтому следить за тем, чтобы наши дети и сами мы так долго не зависали и помнили о том, что правильная осанка как должна выглядеть, вот, спорт, хорошее настроение. Ну, спасибо за то, что вы сегодня посетили, пришли, стали гостями нашей студии, поделились с телезрителями своими знаниями, спасибо. Друзья, во избежание всех тех проблем, которые были перечислены выше, во избежание там каких-то болевых симптомов в спине, нам нужно просто вовремя обращаться за помощью к экспертам, к специалистам и консультироваться с ними. Ну, а мы прощаемся с вами до следующей недели. Перейдите себя. Ассалам алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова